Вторая книга, Паральпоменон, глава двадцать первая. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом и также некоторых из князей Израилевых. Тридцать двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним. И, встав ночью, поразил и Думиян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах Иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии Пророка, в котором было сказано, «Так, — говорит Господь Бог Давида отца твоего, — за то, что ты не пошел путями Иосафата отца твоего и путями Асы царя Иудейского, а пошел путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил. За то, вот, Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого — болезнью, сильную болезнью внутренности твоей до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сжег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Субтитры создавал DimaTorzok